Девушки отдыхают А это... Господь что-то мне смерти не дает Значит, многие тебя держат? Да, благодарю за молитвы Я уж сам лежу практически месяц, наверное, недели 3,5 температура держалась, 39 с лишним А я уж лежу и ролики делаю, у меня комната перед глазами, и летает, крутится вся температура Высокая, а я и ролики и пишу, там, и переписываюсь с людьми Господь дает вот так вот силы Вот, и месяц этот, в общем, посвятил, прогляд, просматривал все Ну как, ну я вообще, тема такая, хочу поделиться о себе так Вот что, в общем, вот какой выдался плодокорный на сектантов В общем, много было общения с сектантами, ну, всевозможными Вот, и что я для себя вынес Ну, люди сами по себе добрые, да, вроде благочестивые А вот православие ненавидят Причем лютой ненавистью Я уж для себя думаю, только бесы так могут ненавидеть православие Кто еще? Вот, ну и как бы для себя сделал вот такой вот Ну не то, что зарок, а может быть, ну не знаю, как это я себе Дал такое вот слово, вот, чтобы не общаться больше Не входить в общение с ними, ни в каком виде Вот, и в то же время просматривал вот все беседы ваши Ну, вот комментарий недавно оставлял там Я еще, знаете, хочу сделать, ну, если Господь даст силу такой Отдельно сделать этот, в общем, на ютюбе канал И туда собрать все ваши беседы с сектантами То есть там очень много, там, я не знаю, там штук, наверное, может, ну, под 100 будет Вот, таких бесед, они причем очень полезные такие, плодотворные И насколько виден дух их, вот это вот, противостояние православию, да Вот цель моя была общение с ними Какая цель? Причем я не старался там отстаивать свою там точку зрения, да Я хотел найти вот общее, как бы, соприкосновение в любви Общение в любви Христовой, да Вот, и как бы найти общий язык Но это совершенно невозможно Они просто не готовы общаться на эту тему, да Учитывая то, что я православный Они обязательно перескакивают на иконы, там, мощи, там, ну, вот эти все слабые места православия, да Я говорю, ну, давайте, давайте не будем общаться на эти темы Давайте их отставим в сторону Давайте во Христе будем, ну, располагаться как-то Понимаете, это невозможно совершенно Никак, вот Вот это, как бы, является таким камнем преткновения Я вот думаю Я вот смотрю на ваши беседы там со многими, да И вот думаю, думаю, спрошу, че Как правильно общаться с ними Тем более таких вот благоразумных все меньше и меньше Они вот все больше их Я вот как-то говорил в одном ролике в Южной Корее Сейчас слышали Уже около 150 миллионов вот этих неохаризматов То есть мир наполняется вот этой неорелигией Вот этой нью эйдж, новая эра То есть идет как в мире таком Мирские люди перестраиваются на новое поколение, да Так и религиозно люди переходят в новую веру В новую эпоху веры Вот И я уж думаю, стоит А мне, кстати, вот на днях я, ну, Господь сделаю ролик Тоже с бабулькой там общался с одной пятидесятницей Она, сколько ей, 82, по-моему Вот И она, она пятидесятница А она, говорит, у нас не было никогда У нас и не было, чтобы у нас там ни языками у нас говорили Не валялись у нас, говорит, такого не было никогда Вот Значит, и у пятидесятников тоже не всегда это было Вот это, вот этот дух Вопрос-то в чем заключается? Стоит ли с ними беседовать? Стоит ли вообще с ними продолжать беседу? Потому что много очень на меня выходит из различных сект Недавно вышел один такой, говорит, мы за тебя уже год молимся Вот, и я только сегодня решил тебе Мы вот почистили дух свой, душу почистили И сегодня решили взять тебя к себе, как бы, ну, на совместную молитву То есть они молятся за меня, вот Ну, вот такие вот вещи происходят И приходится и отвечать как-то им И вот А мне это очень неприятно стало что-то в последнее время И я думаю, что, как быть-то? Ну, апостол Павел говорит Еретика после первого-второго вразумления отвращайся После первого и второго Больше двух раз уже не рекомендует Ибо таковы и развратился, говорит Ибо самоосужден Он сам себе вынес приговор И даже этого не знает Нам прямо указано Ну, а как? А первое-второе? Это первое-второе вразумление Оно уж тоже подразумевает беседы какие-то Ну, да Ну, если видишь, что у тебя открыто Какой он? Совершенно не принимает То есть не встречается Зачем он уже тебе нервы трепать за него? Есть такие упорные А вот с этой Мне, в общем, пришлось пообщаться С пятидесятницей С этой Ну, женщина Восемьдесят два года Она Я не сказал бы, что она пятидесятница Да, она рассуждает практически Как православная То есть я вижу, что у них Вера-то была Совершенно Очень приближена К православию Вот Ну, единственное то, что они Ну, не поклоняются иконам Вот И причастие Ну, как бы я и попытался Убедить, что У них не причастие Ну, не с апостольских времен А А это самозванцы у них Вот А она как бы утверждает, что нет У нас вот такие тоже Благоположенные И все А так все у них Ну, очень так вот Очень благодушно все И по Писанию И знает Писание хорошо И все С такими-то людьми Ну, по Писанию Она говорит А у нас тоже Ну, что, что она говорит Скажи, а первый-то Который у вас никто А раз у него ничего нет Он другому и передать Ничего не мог Без всякого прикословия Меньше благословляется Большим Евреям 7-7 Вот ее в это место-то Привезти и сказать Кто у вас больше-то Никого и нету А у кого ничего нет Чего он может тебе передать-то Когда он никто Самозванец Дафана, Верона, Корея Это вот, скажи Откуда идет Жребьем в ад Вы просто приведите их к этому Шестнадцатая глава чисел Скажите Первым Коринфянам Десятая глава Это я привожу Это чужие Этими вашими уроками Я и пользуюсь А че же Для них это не авторитет Вот опять же По причастию Вот по причастию Как вот люди-то не верят Понимаете Вещественная кровь И плоть Христову Вот Да, ну и среди православных И у меня тоже Было до недавнего времени Веры особо так не было Вот Вещественность Крови и плоти А у сектантов-то И подавно ее нету Вот А как ее Привить можно Вот И в православии у нас Часто такое Православные приходят Как за очередной Пилюлей За лекарством Недостойно Кто причащается Написано Принимает тело Христов Виной он против тела И просто спросите Скажите Вот у вас бывает Вечеря любви Называется Вот Вы там Прилораете хлеб Хлеб какой у вас И вы его ломаете И другим даете Вы В руках держите хлеб Они скажут хлеб А другим Когда даете Что даете Хлеб Ну а почему Виновен против тела Кто недостойно Причащается Вы конкретно Ему Просто на это Но это мы думаем Да думаем Ходим Но ничему не виновны Виновны когда принимаем Его не выводить из стиха Они тебя уводят На другой стих Это в догонячки Играют ребятишки Друг друга Нам так не годится Скажите Определенно Ответьте Почему человек Виновен Против тела Если там нет тела А у них этого Как раз и нет в учении А раз нет тела Нет жизни Нет жизни Шестая глава Евангелия От Иоанна У вас жизни Никакой нет Стоите в галсту Как бритые Поста Креста Ничего нет Вы им покажите Кто Стоит вот такая Вот как говорится В вепку не влазит Физиономия И какая же вера То у тебя Какая Чем ты отличаешься Поднял руку И сказал Я каюсь А где плоды И на бытие Павел говорит Смиряю Порабощаю Тело мое Скажите Как вы смиряете Порабощаете Не выпуская из этого Прямо если уже придет Какой-то стих избрали До конца додавливай Он должен Или отречься От своего Или Принять то Что должно быть Тело Христово Это единственное На земле Место Где человек Реально Встречается со Христом Не воображении Не по вере А реально Прямо Губами прикасается Руками берет Тело Христово Примите Идите И 6 глава 66 стих Интересно Три шестерки Один раз в Новом Завете Встречается Ивангелие Теяна И там написано И начался раздор Вот у вас тут раздор На 666 Это тоже не случайно Во всем Новом Завете 6 глава 66 стих Только Евангелие Теяна Больше нигде нету И оно говорит Как раз О споре О причинности Сатана не допускает Я в этом вижу Мистический смысл И когда им говоришь До конца Додавливает Он останавливается Ну узнай там У своих Как Ты может быть еще Недавно Уверовал Как От вас я говорю Отделились Сейчас сегодня Пять человек Молодежь уходит И они начинают Хлеб ломать У них будет Такое же Как у вас Нет А почему нет А его никто Не рукополагал Да каваш Никто не рукополагал Ни один епископ Не ушел туда Вот в этом Объеме Их надо держать И тогда видно Будет он Начинает кричать Там или Хлопать дверью Ну и все Скажи На этом разговор Окончен Он Самоосужден Ты не заботься Уже о его спасении Там нет спасения Он не прописан На небе Его там нету Тот который прописан Он даже Гонителем будет Павел говорит Я избран От утробы матери Так а ты же Гонитель был До времени Семя еще не вышло Из паровоновой гробницы Ну вот Сегодня Причастие Некоторые принимают Понимают Духовно В основном Ну да Они Они принимают И хлеб И кровь Но Основное Причастие Для них Духовное Да Слово Божие Вот И на этом Утверждаются Но вы же Ломаете Не слово Божие Скажи А хлеб Некоторые Малакане Они понимают Крещение Это духовное Словом Божием Мы омываемся Так можно Что угодно Ты духовно Садись за стол Ну ничего не ешь Только воображай Что хлеб Колбаса Почему ты дальше Это не продолжаешь С женой Не спи Духовно Только думай Дети заведутся Нет Не заведутся Как в тебе Семь Это Божие Будет Христос Взял Написано Преломил И подал И говорит Сие из тела Мое И Павел Перечисляет И говорит Послание Первым Коринфянам В ту самую Ночь Когда он был Взят Преломил Хлеб Подал И сказал Едите Сие из тела Мое Он Он Не сказал Ешьте Хлеб Мой А у вас Хлеб Остался Вы Совсем Не понимаете Жизни То нет Кто не будет Есть Плоти Сына Человеческого Не хлеба Есть Есть Не будет Иметь Себе Жизни Какая У вас Жизнь Ваша Жизнь Видна Вы Совершенно Себя Не смиряйте Нигде Этого Не было Что благодать Давалось За то Что ты Галстуки Ходишь Вы Одно Скажите Для себя Возьмите Я Смиряю Порабощаю Плоть Плоть Восстает На душу Как Вы Смиряйте Если Человек Соблазняется Не буду Павел Есть Мясо Пить Вина Вы Знаете Что Сейчас Идет Великий Пост Вокруг Православное А они Соблазняются Вы Можете Бросить Не Хотя Великий Пост Не Один Это Утробные Люди Их Сразу Надо На Место Ставить Я Говорю Ты Не Можешь Уже Нарушено Павел Говорит Не Буду Есть Мясо Вовек Чтобы Не Подать Соблазн Я Когда Это Услышал Я Исключил Мясо Совершенно Из Рациона У Мне Нигде Мясо Не Бывает А Почему Вы Не Можете Я Говорю А Я Это Ради Вас Делаю Ради Этих Субботников Ради Мусульман Чтобы Не Подумали Что У У Минина На Столе Потом У Ничего И Нет Дверь Открыта Для Всех Вот Эти Стихи Которые Говорю Они Должны На Них Будет Видно Если Он Не Принимает Слово Божие Закрыто Больше Не Говори Не Мечи Перед Свиньями После Первого Второго Вразумления Отвращайся Просто Отвернись От него Он Само Осужден Он Себе Проголосовал Я За Погибель Душу Отдаю Сатане В ад И Подписался Само Осужден Ну Само Убийца Вот Еще Вот Такой Вопрос Тоже Сейчас Не буду Называть Это Самое Именно Наверняка Поймете Люди О любви Говорят Да Вот А Все Мы Братья Бог Нам Все Прощает Вот Если Он Он же Наш Отец Вот Если Мы Не Осуждаем То И Бог Нас Осуждать Не Будет Вот То Что Христос Пришел Показать Не Не Осуждение А Всепрощение И Вселюбовь Вот Я Вот Вопрос Такой Задаю Себе Понимает Понимает Человек Что Христос Пришел Ну Миссия Христа Заключалась В двух Промыслах Это Открыть Себя Людям Как Сына Человеческого И Как Сына Божьего То Как Сын Человеческий Он Показал Свою Ну Свой Пример Как Жить Людям Ну Каким Образом Допустим Что Сын Человеческий Не И Где Головы Преклонить Не Носит Двух Одежд Вот Небогатый Вот Всепрощающий Это Сын Человеческий Но Он Пришел Еще Под Именем Сына Божьего Это Тот Кто Есть Истинный Бог Вот Это Жизнь Вечная То есть Нам Нужно Объединить Сына Человеческого И Сына Божьего И Тогда Получается Ветхий Новый Завет Объединяются Вот Но Как Возможно Разделить Отделить Новый Завет Да Вот Эти Люди Они Как Новый Завет Отделяют Резко От Ветхого И Причем Выкидывают Оттуда Апостолов То есть Апостолы Тоже Люди Выдергивают Оттуда Одного Христа И все И показывают Его В своих Проповедях Вот Он Христос Любите Всех Любите Всем Прощайте Как Вы Прощаете Так И Бог Вам Простит А Я В свое Время Да Признаюсь Тоже Я Как И Писал Вам Тоже Что Вы Там Ветхозаветного Господа Там Узнали А Христа Не познали Вот А для меня Тоже Недавно Открылся Господь В полноте Своей Именно Господь Ветхого И Нового Завета Именно Этого Господа Я Люблю Вот Не то Не просто Христа А Господа Отца Который Всеобъемлет Всеобъемлющий Всеобъемлет И Которого Входит И Христос Вот Такого Господа Я Знаю И Люблю Не Просто Господа Христа Вот И причем Человек же Человек Несет Вот эту проповедь Да Неосуждение И я смотрю Вот Его вот эти проповеди Он приткнулся Все Ему говорить Уже больше не о чем То есть Он говорит о том Что Любите всех Любите всех Вот муж у тебя сидит За компьютером Никак компьютер Не может бросить Оставить компьютерные игры А ты люби его Ты ему принеси Чашечку кофе Сядь на коленочки Погладь его по головушке Ты же любимый мой Покажи Вот И понимаете У меня сердце Содорогается Слушая вот такие проповеди Когда человек Учит людей Я вспоминаю Вот вас Как вы говорите Падаю На колени Она что-то Жена восстает Я на колени И падаю В молитву Она рядом со мной Понимаете И вот Совершенно человек Не понимает Что такое любовь Потерялся А потерялся в чем Что Он Совершенно отверг Вот это Обличение Да Обличение А что такое Обличение Ну Человек научается Ну не обличение даже А как он Осуждением Это называет Вот А человек с этим Сталкивается В простых вещах Когда он Рожает Своих детей Да И когда К нему Ребенок Подходит И спрашивает Помните Как у этого Маяковского Кроха Сын к отцу Пришел И спросил Кроха Что такое Хорошо И что такое Плохо И Ребенку Ж надо Объяснить Что такое Хорошо И что такое Плохо Но когда Ты начинаешь Говорить о человеке Что такое Плохо Ты же получается Осуждаешь его Да Это плохой человек Вот Но в этом же Мы И разделяем Добро И зло То есть Как Господь Нас тоже Учил Тому Что Есть Люди Добрые Есть Злые Люди Всякое Всякий Плод Всякое Древо Узнается По плодам Вот Опять же Вселюбовь Вот эта Вселюбовь Да Ну Вот Она Она же Причем Сегодня В неопротестантизме Вот Она Как бы И Она Вот эта Вселюбовь Она Знаете Побеждает Она Вроде бы Кажется Сначала Да Она такая Очень Привлекательная Когда Они Вот Эти Я Смотрю Я Поражаюсь Десятки Тысяч Людей Они Скачут Они Веселятся Да У них Радость У них Внутри Радость Это Все Все Любовь Они Они Готовы Друг Друг Целовать Любить Да Там Лобзать Там И все Такое Но это Же Кончается Начинается Же Здравый Разум И надо Когда-то Друг Друг Уговорить Брат Ты не на тот Путь Стал Сойди С этого Пути Вот Понимаете И человек Совершенно Не приемлет Этого Он Уперся В стену Просто Лбом Он Не знает Уже Что Говорить Кроме Того Что Любите Всех И не Осуждайте Вы Понимаете Я Куми Говорю Да Конечно Он У меня Такой Был И Через 34 Года Мы Встретились Вот У меня Подряд Три Разговор Записывался Как раз Был Амбрось Юрасов Здесь И Записали Его Он Через 34 Года Отступник Ушел Любить 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 И А теперь Он Зашел На Меня А у Нас Это Все В Книге Записано И Теперь Из Этой Книги Я Теперь Три Ролика Сделал Насчитали Вот Если По Роликам У меня Пойдете Ну Вниз Может Быть Роликов 30 И Там Написано Раз Два Три Три Номера Именно Такой Человек Через 34 Года Зашел А Я Теперь Поднял Тут Материал Как А любовь Какая Сразу К женщинам Потянулся К вину Полное Отречение Вот И Вся Любовь Любвисты Их Называют Но Мы Скажем Бог Любовь Любовь А кто Первый Мир Потопил Златоуст Какое Ему Имя Там Младенцы Были Дети Любовь Или Не Любовь Ну Теперь Бог Сжег Содом И Гоморр И Пять Окрестных Городов Это Семь Городов Это имя Как Богу Тому Было Они Понимаете И Эта Дурь С них Начинает Сползать Тогда А Бог Никого Не Наказывает Я Говорю А где Вы Это Просчитали Вы Покажите Место Где Вот Открой Иеремия 15 6 Бог Говорит Я Устал Миловать Я Накажу Вас Иеремия 15 6 И Они Не Признают А теперь Я Говорю А как Написано Потерпели Кораблекрушение В вере Вы знаете Что такое Кораблекрушение Засыпиться Не за что На Титанике Сколько было Утонуло Кораблекрушение В вере Не без веры Вот это Ложное Надеяние На любовь Святые Осуждают Как смертный Грех Покаяния Нет Он грешит И нет Он Скажите А что Такой Ересь Кто Такой Ересь Написано Дела Плоти Известны Блуд И Чистота Запятая Ереси Послание Галатам Почему Вы Никогда Не Говорите Церковь Имела Мнение Свое Что Такой Ересь И Что Такой Не Ересь Если Вы Троицу Признаете А в Учении Слово Троица В Библии Даже Не Поминается Это Учение Церкви Если У вас Есть Библия Это Церковь Не Еретики Еретики Другие Там Книга Енох Иуда Евангелие Там Разную Такие Вот Имеют А церковь Вот Четыре Их Двадцать Евангелий Разных Было Василисскую Евреям Там Кого Только Не Было Фомы Церковь Поставила Четыре Откуда Вы Это Знаете Ну Так Да Вы Берете Синодальный Перевод Это Церковь Где Дух Святой Вы За чужим Столом Сидите То Что Для вас Потрудились И вы Жахули Хулитесь Кто Вы Такие Тогда Вы Должны Начинать Молитву Любую С Благодарности Что Бог Сохранил Православную Церковь Что Такие Были Учителя Вот Что Им Нужно Сказать И Когда Начинаешь Показывать Священное Писание Где Оно У них Начинает Дрожать Из рук Выпадает Я Определенно Спрашиваю Скажите Вы Верите Что Господь Придет Ну Как Афанасий Великий Против Ария Это Сказал Да Придет А кто Он Такой Христос Ну Кто Считайте Что Сын Божий Так Сыновей Божьих Было Много Много Было И Сыны Божьи Полюбили Дочерей Человеческих Я Сейчас Буду Перечислять Где Я Сегодня На этот Вопрос Отмечал Уже 15 мест Примерно В Библии Где говорится Сыны Божьи А Израиль Страна Сынов Божьих Вот Как Называется И Однако Ученики Они Не понимали Этого Им Израиль Только Израиль Израиль Царство Сияние Не сегодня Ты Восстанавливаешь О небесном Царстве Они Ничего Не поняли Он Воскрес И Упрекал Их В неверии В неверии И давай им открывать Согласно Закона Пророков Согласно Псалмов Вот вы в таком же состоянии Вы не понимаете Что Господь Вел постепенно И когда считаем 5.39 Евангелия Тьяна Он говорит Исследуйте Писание Какие Какие Когда не было Еще распятия Христа Ни одного Евангелия Не было Исследуйте Писание Исследуйте Какой Ветхий Завет Другого-то и не было А вы говорите Не надо как И Павел Пишет 1 Тимофеев 4.16 Вникай в себя И в учения Занимайся Сим постоянно Во что Вникать Христос Когда К нему подходили Матфея 22.29 И говорит Заблуждайтесь Запятая Не зная Писание Писания Нового Завета Ни одной строчки Не было После вознесения Христа Через 5 лет Только один Матфей напишет Через 7 лет Напишет Марк Через 15 Лука Через 35 Иоанн Значит Речь идет о Ветхом Завете А это были образы для нас Они Писание Совсем не знают Павел Спастен Игнатий Ильич А вот Мы У нас беседа Тоже с Сергеем Карьевым Я там говорил Вот он Довод такой Приводит Кажется Простой По-детски А вот Представьте Допустим Сектантам Сказать А вот Представьте А если бы не было Православного Учения Вот эти Все тысячелетия Да Что бы сегодня Было на земле Если не было Строгих канонов Если бы не было Учений человеческих Семи вселенских Соборов Да До чего бы мы сегодня Дашли Сколько бы сект Сегодня было На земле Наверное как Муравейников Наверное в каждой Квартире была бы Своя секта И каждый уже По-своему Быверил в Господа Вот Почему вот этого Не понимают Вот опять же Человек Человек говорит Вот Бог Всем отец Причем Называет Не отец А папочка Папа Папочка У меня Ваш уши Закладывает Причем Строго Держится За Писание Спрашивает А где написано Где написано И тут же Называет Бога папочкой Вот И говорит Папочка А мы все Его Сыновья И дочери Все дети Его Да Вот Но Господь же Четко говорит Что он Ищет себе Поклонников Он же ищет Вот Вот У меня знаете Какой вопрос Уже Давно Он так Завис у меня Я как бы И людям Задавал его Да Вот И вам сейчас Тоже задам Вот Однажды Господь Сказал Адаму И Еве Плодитесь И размножайтесь Вот То есть Я понимаю Это был Запущен Некий Закон Божий Что теперь Человек Может Воспроизводить Себе Подобных Но Если Господь Участвует В каждом В каждом Творении Человека То тогда Почему Рождаются У алкоголиков Олигофрены Почему Сегодня 60 Миллионов В России Абортов В год Если Господь Участвует Если Он Любит Всех Если Мы Все Сыновья И дочери Его Как Господь Допускает Такое То есть Участвует Ли Господь Вот В этом Воспроизведении нашем В зачатии Но Не в убийстве В зачатии Потому что О зачатии Вопросы Поднимались На вселенских Соборах Теперь Уже Известно Когда В момент Совокупления Или Душа Образуется В ходе В шестидневном Возрасте В зачатый Зародыш Ну Зарождается Как животное Плоте от плоти И так И не решили Я считаю Что решать Не надо Зародыш И какой бы он Не был хотя бы Один день 138 Псалом Давид говорит Зародыш Мы видели Уощи твои В твоей книге Записаны Дни Для меня Назначены Когда ни одного Из них не было И мы должны Это принять А как Вопросов не задавать Сказано Мы приняли Да или нет А если это так Ну и Остальное Это человек Делает Нет Ну Если Если рождается Урод Вот Бог Мы знаем Не творит Никакого зла Рождается Вот Человек Ну Олигофрин Какой-нибудь Да Вот Или урод Он Совершенно Не по образу Человеческому Сформирован Вот Разве Можно сказать Что Бог Творит Какое-то Такие вещи Мы Говорим о том Что Бог Делает А что люди Делают Это другая сторона И вот Это человеческое Скажет Что он пьяный Ребенок Никотином Вплавает Там В утробе Матери В околоплодной Жидкости И там И алкоголь И все Он его делает Уродом Спидовский Сифилитишный Ребенок Рождается Уже Сифилис На губах У него Это человек Делает Человек Ну допустим Я взял Чистую бумагу Я на нее Сейчас пролил Кислоту И кислотой Проел Одно Дело Сделали Другое Дело Что я Теперь Подделал Так и Здесь Мне Как-то Пришлось Однажды Услышать Такое Один Жалуется Богу Якобы И говорит Господи Ну почему Так Я Дружил С ней Она Как Ангел Была Хорошая Ну я понял Что это Именно Она Моя Избранница Женился Проходит Год Другой Ну как Ведьма Стала До того Злобная И будто Ответ Был Я сотворил Деву А женщины Вы их Сами Делаете Вот и Все Вот там Было Не было Но смысл Заложен Бог Не участвует Участвует В зачатии А дальше Плод Растет А чем Он питается Кровью С оками Какую музыку Слышит Матерки Вот все У него Там и идет Это вы Его сделали Уродом Вы К людям К этим Скажем И все И вопроса Даже никакого Нет А убивает Убивает Ответит Страна Исчезающая Вот вопросы Которые Поднимали Их Надо на слово Еретик Настроить Что такое Ересь Ересь Откройте Словарь И скажите Посмотрите Почему вы Придумали Слово Конфессия Динаминация Таких слов Библии нет Сатана Завуалировал Слово Ересь Еретик Когда начинаешь Неоднократно Говорить Они говорят Первый раз Я задумался Я говорю Слово Еретик У вас Нет А куда Оно Делось Нигде Не говорят О конфессии Все конфессии Бог любит Все ереси Любит Дела Плоти Известны Ни один Еретик Сарстве Божьей Не войдет У вас Нет Основания Вы Не в церкви Церковь Бог Говорит Создам Но не сказал Буду Создавать Он Один раз Создал Ее Один раз День Пятидесятницы Дом Оставил Для того Чтобы ты Довершил Недоконченное Рукоположил Пресвитеров Недоконченное А кого Титу Почему Пришел бы Тит А там уже Нарукополагали Баптисты Да не Знать Не знаем Как Ну так Вы знаете Везде существует Начальство За которое Мы призваны Молиться И вот человек Если Звание Какое-то Получает Я Служу У меня Замещаний Нету Почему У меня Звания Нету Я могу Пойти Погоны Купить Но никто Их не утвердит Генеральская Погона Могу Купить Вот у меня Нашелся Подполковник Китель Новый У брата Окна Были забиты Я снял Совершенно Новый Китель Я надел На себя И засмеялся Я подполковник Какой Да нет Я сержант Всего лишь Только И так У Бога Определенное Правило Утверждение Бывает Захватил Ну В Израиле Это было Сместили Одного Убили Другого А они В родословно Не входят Это пираты Родословное Христа Идет там Где было Законно В колене Иудинам Так и здесь И когда Начинаешь Беседовать Не надо За ними Бежать Скажите Вот у вас Стих Определенный А вы знаете Что этот Стих Как понимается Правильное Понимание Такое Когда этому Толкованию Не противоречит Ни одно Место Святой Библии А если Хоть одно Противоречит Начинать Заново Решать А у нас Все уже Разрешено Вы воюете Против икон А что слово Икона Означает Он не знает Даже Откройте Скажи Словарь Посмотрите Там Жо Ожигово Где угодно Сейчас Можем Википедию И написано Экон Изображение Ну и веди Из Экиля 41-17 Я просто говорю В какой храм Христос пришел Им надо подсказывать Они не знают Это второй храм Не Соломонов Заровавелев А гей Пишет про это И весь дом Был в иконах А вы воюете Против них А как Мой дом Мой Мой Так это Ветхом Завете Ничуть не бывало Третья глава Деяния апостолов Говорит Шли Петр и Иоанн В храм Сейчас Молитва 9 А уже это После дня Пятьдесятницы Если это Идольское капище Зачем бы они Туда шли У нас У православных По образу Небесного Устроено А у нас По образу Могильного склепа Изверы Сделали Говорит Как голую Оглоблю А жезл Ауронов Рассвел Ну видите Они тоже Это особо Знаете Как Принимают Не принимают И Есть вопросы Такие что В некоторых вещах Они правы Вот допустим Возьмем Сегодня Жития святых Да Вот И Мы сегодня Имеем Множество икон Ну в том числе Я писал тоже Различные иконы Вот Причем Свидетельств Никаких Нет Ну просто Из головы Рисуем Да Непонятно Мы знаем Вот Христа Да Там Как он Выглядел Как там Передавалось Из поколений В поколение Они имеют Такие претензии Вы рисуете Вы что рисуете Ты что его Видел Что ли Ты его рисуешь Вот Понимаете И с этой стороны Тоже Не знаешь Чего ответить Иконы Ну про иконы Мы не знаем Как Не знаем Но Описывается Их образ И особенно Обращает внимание Какая была борода У Ануфрия Она была До земли У другого Там пишут У Марка Прасческого До лядвии То есть Вот где Лодыжки Чуть пониже Ну а у вас То какое Нету Совершенно Ищий человек Это Христос Ну описывается Но он очень скудный Одежда Там Цвет одежды Там Головной убор Какой был Допустим Борода Да Длина бороды Вот Но не более Посох Там Если что Там был У кого Какой крест Если у кого Какой был Вот Ну мы Я-то Гляньте У меня красотища Тут какая Висит Он нарисовал Вот Понимаете Тут вот Что Склонять голову Перед ним Или что И ничего не надо А мы вот считаем И Давида Он увидел А он был Красив Лицом Станом Белокурый С голубыми глазами Зачем это описывается Ну вот Под этот Теперь смотри Смотри Какой еврейский народ Ну вот Играет Допустим Артист В фильме Иисус По Евангелии от Луки Их там было Где-то 120 Что ли Взято Артистов И одного Только избрали И сегодня Это вошло Как вот Так Как будто Он таким и выглядел Почему Режиссер Другие И смотрят Какие евреи Сегодня Какой нос Какой Какие глаза И Составляет Фоторобот А из него Они уже показали Как Это написано Воображение У человека Робота Ну ты скажи Воображение Имеешь Как ты имеешь Это Давид Это не Бог Давида Можно воображать Потому что Описание дано Он был белокурый Это не Черноволосый И дальше Красивый станом Ну красивый станом Без головы Можно нарисовать Конечно Спортивный такой Льва растерзывал Догонял Медведя убивал Ну а лицо Вот какое У него написано И человек рисует И церковь Подобряет И это уже Канонический образ Тут Тут объяснено как А иначе Скажи Вот в сайте Фильм Режиссеры Набирает Артистов Как вы узнали Конкретно Ставит Наполеон О Наполеоне Кто его Сегодня Уговорят Фотографии Где-то Может быть Более ранний Цезарь Война Как Смотрят Какие ремляне Были Какой Знатного рода Там Васильчикова Княгиня Участвовала У людей Талантно Это есть Я говорю Там где Серьезно Относятся А не так Что взял И рисуй Круглое Вот по поводу Кстати Длины волос Еще хочу Сказать Это Тоже Опять же Это Вымыслы Иконописцев Вот В первой иконы Допустим Вы Израиль В Иерусалиме Мне друг прислал Видео Он тайно там Снял В музее Вот Борельефы Еще Первого века Образа Христа Ну и иконы Есть И первого И второго века Христос У Христа Христос Изображался Не с такими Не с длинными Волосами А с волосами По плечи Вот То есть В те времена Да и на Руси Это вот На Руси Допустим Посмотрите На старые картины Изображение Мужчины Как носили Такие волосы Под горшок Называлось До плеч Ну Вы сами Такой До осени У вас Отрастают Почти До плеч Волосы Вот такие Волосы У Христа И были Я думаю У него не были Длинные волосы Насколько Да Я тоже Так Говорю Он не был Назареем Назареем Не должны были Стричь волосы Сколько Да сколько Назареем На 3 На 5 лет И за 5 лет Конечно Длинное Житие Святого Илариона Великого Говорится Сами Каждый год Отрезали себе Волосы Мы смотрим Иконы Иоанна Златоуста Он как Подбокс Раньше Так называлось Подбокс Вот Никола Вот так До ушей Ниже До плеч Ни одного Не достает А вот Эта длинноволосость Пошла Это совсем Недавно Это Ну может быть Лет 200 Есть или нет Мы смотрим На старые Иконы Везде Волосы Короткие Ну да Длинноволосость Видимо Иконы Стали Иконописцы Изображать Господа С таким Уж Длинным Волосом А Священство Стало И монашество Подражать Уже Видимо Именно Через Эти иконы И пошли Вот эти Вот Волосы Длинные Ну Никуда Не денешь Что место Если Мужчина Мужчина Растит Волос Это Бесчастье Бесчастье И все Ну а Если Есть Жития Допустим Пустынников Многих Они жили Вообще Они на тело На свое Вообще Не Обращали Никого Внимания Они Голые Ходили Там У них Городы До земли И так же И волосы До земли То есть Они Игнорировали Полностью Свой Внижний Образ Они Не считали Писание Если Даже Ушли Туда Они Должны Были Из камня Сделать Нож И волосы Обрезать Это Остается В силе Вот Сейчас Может Видели Я Как раз Ролик Поставил Патриарх Федор Александрийский Рукоположил Деканису Еще Трое На очереди Рукоположил Она Стоит Там у нее Декольте Такое И прочее Рядом Монахини Стоят Ну и мне Сразу Скинули Журнал Отца Кураева Андрея Я открыл Я говорю Ладийский Собор 44 Правило Жены В алтарь Да не входят А не в алтаре Вот это возьмите Жены В алтарь Да не входят Вы можете Выбросить Правило Нет Деканица Может быть Примерно 8 деканиц Канонизированы В наших Календарях Павел Передает Деканице Фиве Там привет Передает Примите ее Но они С чем Занимались Да вот Она В литургии Ей делать Нечего Князь Владимир Не принес Ни одной Деканицы В русском языке В России Не было ни одной Нету Их никто не знал А они Помогали При крещении Там подготавливали Там воду И мазать Какие-то места Где мужчине Не совсем удобно было Вот что Посещать На дому Больных Прищищать Тогда тело Давали Отдельно Где-то А зачем ей давать Когда есть дьякон А вот Мусульмане Осудят Ну осудят Не двое Пойдите А возьмите Три женщины Но пускай В присутствии их Ее причастит То есть Все надуманные Причины Так нужна она Не нужна Совершенно Не нужна Дьякон Все делает Сам А теперь Ставит И не знает Что дальше делать В каком возрасте Не раньше Сорока лет Ну правильно Ну а дальше Это в алтарь Какое место Какое место Писание Писание Дальше Дальше Надо Дальше То есть это значит, что у меня ее не нашлось из мужчин никого, да? Получается так, там как раз об этом и идут комментарии. Но она не для этого должна быть помазание и готовить женщин к крещению. У нас как раз есть сестры, у нас нет деканизм, но сестры, палатка отдельно там переодеться, все мокрое, они сухое приносят, они в крещение, сестры помогают. А потом батюшки, ну там подрясник все это моют, они хорошо делают, но никаких деканизм у нас нету. Никаких обетов нет, тем более рукоположение от патриарха. Какое рукоположение? Где мы это считаем? Нет вообще об этом речи. Каноны есть, в канонах про деканизм говорится, какие должны быть. Вот если вы посмотрите, от начала совсем немного, и там видно патриарх стоит, ну на ролике, ну не больше 30 роликов. Я видел, я все никак не доберусь до нее, у вас много вообще. Я об этом, обо всем говорю и привожу всех святых, деканизм какие были, но нужны нет, я говорю, нужны ли они нам в церкви, заголовок так называется, деканисы. Они не нужны. Ну а если есть, бунтовать не буду. Если она будет входить в рамки, в алтарь не заходить. А я объясняю, мы были в Апрунзе, там хороший священник был, протеерей Владимир Цветков. И там заходила женщина одна в черном одеянии, монахиня, пульхерия. А я ему говорю, отец Владимир, да зачем же женщина? Ну, владыка Варфоломей благословил. Да какой же он имеет право благословлять, вопреки канонов-то? И он это принял. Он хороший. На завтра она туда, она в честь ее там все эти прихожанки, она там доступ имеет. Ну видно, что почтение. Она смиренная такая. И когда она зашла, что-то там подправлять, и он сразу во время службы говорит, вот что сестра, больше в алтарь не заходи. А почему? Ну канон есть такой, я не знал. Ладийкийский собор, там 343 год, кажется, и говорится, 44 правило. Ну меня же архиерей благословил. Неправильно он вас благословил. Я перед ним рассчитаюсь, как она взыграла сразу. Она уже привыкла. Маленькую девочку в алтарь не заносят, крестят. Когда крестят, ее подносят к иконе Божьей Матери, и ей крестообразно. А мальчика вносят в алтарь и вокруг престола обносят. Правило такое. И у нас так соблюдается. Так ты грешнее или не грешнее этой маленькой девочке восьми дней от роду-то? Ты какая была, пришла-то в монахиня-то? Ты перестала быть женщиной. Там написано, жены, женщины, да не входят. На тебя хоть сто одежек черных надевай. Вот и женщина осталась женщиной. Надо рассказать. И он сразу навел порядок. Когда стали говорить, все зависит от священника. Я говорю, вы знаете, люди лещат друг друга. Ну я знаю. Почему они идут к врачам, к поликлинику? Они нашептывают. У ней стакан, она вот так вот нос сунет. И на шерстяной нитке считают, сколько раз Богородицу защищают. А потом навязывают это. Эти люди, которые привыкли ко лжи, которые говорят, что земля плоская, там другое, там все это. Это дух лжи вошел в уста. А можно ли отстать? Невозможно, если Бог не даст силу. Я читал про одного схимонаха, какой-то старый, исповедовал такого. Он говорит, ну я, люди болеют, у меня талант, это Бог дал. А Бог ли тебе дал? Ты что говоришь? Ну я говорю, что вещи зажигаю. И он начал его исповедовать. Исповедовал его до ночи. Я произношу, говорит, такие слова, где все кверх ногами делается. И тогда только он заплакал. Они очень трудно идут на покаяние. Я одну такую бабушку знал. Она раскаялась. И вот к ней пришел человек. Мы сказали, она лещит. Он пришел, ребенок там, младенщика бьет там. И она как закричала, упала и молиться стала. Господи, спаси меня. Я, говорит, не вижу человека. Я вижу, сатана зашел. Сатана прям вижу с рогами, с хвостом, какой рисует. Ей открыто было, чем она сама занималась. И он ее до смертного часа не оставлял, хотя она раскаялась. Это очень тяжелый грех. На 18 лет отучается. Приравнивается к вольному убийству. А ересь вообще никак. Вот недавно меня одна спрашивала. Великий пост. Ну, в следующей неделе у меня ролик будет стоять. А во время Великого поста Пасха, Пасха еврейская. Можем ли мы ходить? Зачем же к ним ходить-то? Если с евреями празднуешь любой праздник, там написано. Берешь от них дары там или в рот что-то, ты уже отлученный. Читай правила канонов. Вселенские соборы. Апостольское правило запрещает. И больше мне не задали вопрос. Зайти просто. Знакомый есть там. И рассказать о Христе. Это один вопрос. А не так, что в Великий пост. И могу ли я... Ты что делаешь-то? Какую заплату, какой пришиваешь одежде? Какое вино вливаешь? Старые мехи. Нам там делать нечего? У нас много людей, которые не знают Бога. Надо к ним стремиться идти. Вот так. Ясно. Ну, тихо, ну, я это... Чего, пошел тогда? Пошел. Я так рад, когда вы заходите. Я жду-жду, думаю, не буду надоедать. Вижу ваши беседы все, вот там с девушкой беседуете. Вот с этим мужчиной молодым сидите, беседуете с бородой. У вас там ядонушие с ним вижу полное. Вот. Я все их от корки до корки смотрю. От корки до корки. Думаю, спросит меня Сергей, это я и нигде делал. Нет. Мне самому интересно. Правда, не за один прием. Пойду снег покидаю или что-то вернусь и опять сажусь. Ну, стараемся. Для Господа. Для Господа. Да для Господа. Так оно и видно. На твоем-то месте, чтобы спал день и ночь-то, и все. Я вас все время в пример ставлю. Ну, в смысле, не поза глаза говорю, что, видите как. Я-то прикидываю к себе, а мог ли я бы это? Ничего нет. Я не умею того делать, что я умею. Парализованно я бы не делал. А вас именно делаете. Вы мне этих-то роботов-то отбили. Как я вам благодарен. Нету. Один-два зашли, больше нету. На форуме-то. Они меня одолевали. Спаси Христос, брат. Низкий поклон вам. Да они там, ничего сложного. Ерунда. Однако не могли и сделать. Сложный, несложный. Вы знаете, когда Колумб открыл Америку, как на него сказали. А что, особенно, плыл да и плыл. Он взял яйцо. Вот так, помнишь, говорит, ну кто поставит его яйцо? Ну ничего, оно падает и падает. Никто не может. И нарисованно склонились там эти все мореходы. Он вот так вот взял его. Яйцо-то стукнуло. А там же пустота маленькая, видишь какие-то. И оно стало. А кто-то говорит, да так может любой. Я и говорю, любой. Но я первый это сделал. Есотый. Первый доплыл до Америки. А вы плыли сколько? 13 дней. Вы не доплыли 3 дня только. А она же, Земля-то, круглая. Сегодня вот запустили эту утку, что Земля плоская. Ни на один вопрос не могут ответить. Ни одного космонавта не было. Спутники не летают. А мы тут столкнулись с одним. Я говорю, а вот сейчас кругосветное путешествие на воздушном шаре. А там нету мотора, ничего. Куда ветер дует-то? А ему из космоса. Передают, где у него с собой был там кабинет. Смотрели люди там зарубежные все. И говорит, поднимись еще на километр. Там струя идет в воздуху. Толщина ее там метров 500. И воздух идет со скоростью 300 километров в час. Его пузырь этот подхватил. И 13 часов вокруг земного шара. До этого была попытка за попыткой. Из шестерых пятеро погибли. И только один дошел, потому что никто не знал, как. А надо знать, что выше 8 километров в разных направлениях идут слои воздуха. И вокруг земного шара идут. Вы как-то сказали, только сатана это может. Игнат Ильич, вы представляете, до чего они дошли, что под этим куполом висят вот такие металлические светильники, что и там лампочки вкручивают, выкручивают. Это что получается? Наш бог, он дядька ходит какой-то там, да? И вкручивают лампочки в этом самом, в куполе в этом. Скажи, почему вам в мозге-то ни одной лампочки враг не допустил зажечь-то? Да главное, 250 астронавтов было во всех странах мира. Никого не было. Спутники не летают. Я говорю, да сам видел. Они говорят, вокруг на одном месте. Как же они будут летать-то на одном месте, когда центробежная сила? Я говорю, проверить, что круглое, самый простой метод есть, реальный. Поехать на Байкал, когда он застывший, чтобы идеально ровная поверхность-то. И с собой сделать, ну, как бы рамку 2 на 2 метра, красную. И обидеть, ну, высота ее метров, сантиметров 5, ровная. И ее видно до горизонта 4 километра 800 метров. Дальше не видно. Но на стул встать ее видно. 4 километра, если рост человека, 1,75 метра. На любую сторону. Вот все. А теперь я поднимаюсь выше. Дальше видать. Из космоса видно на 1100 километров, там, на сколько. Все показано. Если 9 этаж, на сколько видать. Вот в море показано. Уходят и одни мачки торчат. То есть он за горизонт, за купол-то, за земли-то, скрывается. Я говорю, куда? А это не видно. Я говорю, мачки-то видно, а корабль не видно. Его и не видно, потому что он за земля-то кругом, он за купол зашел-то. У них ничего нету, кроме помешательства. И при том эти люди очень легко сходятся со лжецами. Там стерликов или крошенейников, там, где они легко с ними сразу сходятся. Дьявол вошел в уста и обольстил Ахава. Дух лжи. Это мы считаем четвертой книге царств. 22. Это мы знаем, откуда это. Дух лжи. И главное, как я говорю, Ньютон, там никаких законов нету. Это обман. Я говорю, а как же, куда океан-то девается? А там, говорит, изо льда стоят преграды. Ну, преграды, вообще, вот что угодно, говорит, ну, хоть предел какой-то. Это 1 апреля никому не верят. Запустили шутку. Шутку. А они еще не понимают. А сатана еще не то будет делать. Народ-то глупеет. Вот. А сатана новые идеи. Он же на этом не остановится. Он все круче и круче. Народ тупеет, а он глумится над ними. Ну, ладно, беда. Пойду. Как ты сказал бы сатане, как тебе не стыдно людей морочить-то? Ну, он же не понимает этого. Иоанн Златоус сравнивает людей, говорит, у зверей у каждого свое качество. Злой, ядовитый человек все вобрал. Сравнивает с бесами, человек хуже бесов. Бес, говорит, не блудит и не сребролюбив. Вот и все. Точно. Ну, с Богом. Все с Богом, брат. Сравни тебя, Господь. Так, я что записываю, это мое. Да, не претендую.